Все, продолжаем. Значит, ну вот, за нами приехала хозяйка, ну и привезла нас на хутор, значит, дали нам там жилье, комнату дали на нас на пять человек, значит. Ну, вскоре все, которые постарше, соседи приезжали, соседи, и всех, вот, брата взял хозяина рядом, который жил около Ермы, пасти коров, сестру, двоюродную тоже коров пасти, еще вот, а меня и маму хозяйка сняла себе для работы около дома, вот, ну и меня там заставили цыплят пасти, но я очень плохо пас, и меня освободили от работы, вот таких вот, освободили, ну, я вот брату бегал, помогал ему пасти коров, а потом сестру одну, двоюродную, все же забрали в Германию, увезли, да, ну, после войны тоже вернулась двоюродная сестра, вот, тоже, значит, ей было 16 лет, и она, увезли, ладно, а мы вот, в траве, я, Мария, мама, мама очень плакала, она плакала, что вот, ну, у меня еще одна сестра старше, с 22-го года, жила в Ленграде, в блокаде, значит, одну сестру по дороге похитили немцы, она тоже не знает, тут она слышала, что блокада, что Ленград в окружении, ну, и она, значит, ну, брат мой, он постарше, она меня, бывало, так схватит и голосит, и, значит, и причитает, что вот скорее вот пришли красные, а я представляю, какие же это красные придут, чтобы освободили нас, значит, и у меня такое представление, что придут люди в красной швеле, раз она плачет надо мной, тогда была красная армия, значит, ну, и как только освободили Латвию в 45-м году, и мама сразу стала собираться, и хотя хозяйка к нам относилась хорошо, она говорит, не уезжайте, там в России голод, все разбито, а мама говорит, нет, а как же отец придет с фронта, муж, а нас-то нету, и вот она нас опять, значит, вот, уже трое нас, я, Иван, Мария, опять мы поехали в Россию, вот, приехали зимой, вот, там уже холод, голод, изба разбита, то там родственники кое-где жили недалеко, и вот так, то мы наш родниками находились, пока мама там маленько избу привела в порядок, значит, так мы дальше бы вернулись все туда, и мы жили там в Псковской области до 50-го года, сестра вот старшая, которая жила в Ленграде, она нас забрала сюда, в Питер, тут мои дядьки жили, вот, один дядя был моряком Балтийского флота, вот, тут в общем, у меня тут родственники жили, мы в 50-м году, я переехал с мамой, и с 50-го года я живу в Ленграде и в Санкт-Петербурге, 60 лет, ну, тут я и женился, тут у меня и дети появились, тут я и школу рабочей молодежи закончил, вот, и так моя жизнь продолжается по сей день, на Псковскую, в Польскую губерню езжу, там у меня избушка, и вот, когда на пенсию пошел, там, значит, летом уезжали, вот, так вот, ну, там теперь, теперь там и идешь, 10 километров ни одной деревни нету, заросло все, травой, деревень нет, вот, там, умирают, старики умирают, молодежь уходит в города, потому что нет заработка там, нету, работают, вот, очень вот этому, очень обидно стало, ну, так вот. А расскажите, вот, в Латвии ощущался ли какой-то некий связь с Родиной, общий дух борьбы? Ну, конечно, конечно, ощущался, вот, значит, ну, я как вот воспринимаюсь, со старшего брата, мы, значит, как бы находили, вот, оружие, вот, потому что бои и там шли, вот, а вот эти латыши, они там тоже, мы ходили, вот, к нашей хозяйке приходили такие мальчики, чистенькие, красивые, мы, значит, а брат это оружие нашел, и вот мы, они идут, хозяйки, а мы за углом с винтовкой стоим, понимаешь, ну, мы не стреляли, а напугать, брат говорит, надо напугать, они тоже, как бы, понимаешь, вот, что-то такое, вот, ну, нам, конечно, за эту дёру, чтобы тут руки вверх кричали, вот, а, значит, вот, вот такое, вот, ну, это как будто у пацанов, мальчишек, вот, такой, вот, ну, конечно, мы же чувствовали, что нас, вот, и когда везут, вот, это же, значит, куда везут, а так потом, как бы, везли-то нас, потом хотели, я читал, что печь-то были переполнены, эти все лагеря-то, осленцем, бухенвальд, а нас туда поближе, понимаешь, Германии, как бы нас-то и не успели туда затолкать, тут нас, как бы, вот, то я слышал, что вот пацанов, вот эти, потом готовили, если бы Гитлер победил, чтобы потом нас сделать солдатами, рейка, вот, такие были предположения, это я потом же читал, как, когда, почему, особенно этот мальчик, вот, значит, вот. А что представляло наибольшую сложность в быту, что было тяжелого? Тяжелого? Ну, вот, как бы, вот, тяжелое в быту было, вот, после войны, вот, когда я тут все-таки, мне уже меньше лет было, тогда, верно, я как-то, я-то только чувствовал, там, страх. А вот, когда уже после, в 45-м году уже, когда мы вернулись домой на свободе, мы почувствовали, что и голод, и холод, и нужду, то есть, вот это, нет у нас ничего. Вот, ну, в школу пошли, в школу пошли, вот, вот тут, как бы, и особенно потеря мужчины для семьи, это считалось большая потеря, потому что подростки, и надо же было работать и в колхозе матери, ну, и нас тоже заставляли работать, кто-то мог, что, что там, мы навоз вывозили из сараев, потому что, это, ну, надо было помогать взрослым. Вот. Вот такие вот были. А расскажите о партизанском движении. Партизанские, да, партизаны, у нас там, да, вот, ну, партизан, конечно, ждали всегда, но они приходили обычно ночью, вот, и особенную помощь они, как бы, не могли нам оказать. Они вот приходили, говорят, что осталось от отца, ремень, сапоги, чтобы нам в лесу, там, одеться, вот, значит, и как-то пережить этот период, вот. Вот такие, как бы, да, я говорил еще, что у нас деревья-то маленькие, леса, правда, большие, небольшие леса, ну, заросли вот такие, и поэтому им прятаться очень было тяжело, партизанам. Вот, ну, они, как бы, помогали, вот, когда, ну, что-то, такую-то деревню там, вот, мою тетку сожгли, вот, так они, вот, матери сообщили, вот, Таня, вот, поезжай, там такая деревня Буково, вот, твою сестру дом сожгли, а она прятала красноармейца, отступал, этот, красноармейца, отступали, прятались, потому что не пройти к линии фронты. Кто-то доложил, что она прячет красноармейца. Ну, немцы пришли и нашли этого красноармейца, дом сразу сожгли, а дом только перед войной был построен, мальчика у нее было, два моих двоюродных брата, вот, тетя Саша, мы звали тетку, вот, ее поставили, ее увезли, расстреляли, мальчиков этих, увезли в Германию, вот, они так и не вернулись. А муж ее погиб, защищая Псковскую, под Псковым узнал, что семья его погибла вся, и он, как бы, ну, в общем, тоже погиб. И так семья вся погибла. Но у меня есть фотографии, я вот, так, памяти у меня оставшие. Расскажите о полициях подробнее. Ну, полициях, полициях как они? Они вот, в нашей деревне их мало было, у нас маленькая деревня, а вот где штаб находился, где комендатура, там они выполняли свою какую роль? Ну, вот, значит, по, они, во-первых, знали местных жителей, ну, и делали свое дело там. То есть местных жителей они были, да? Да, из местных, и я из местных. Тех, или которых в армию не взяли, или кто-то, или, в общем, ну, я с ними не общался, с полицаями. А родители, конечно, видели, там, этот рассказ, вот, как бы, я трес, она рассказала, вот, что, вот, и полицаи пришли, и она даже их знала, говорит, отпустите, там, мою дочку. Мы же знали, в школу ходили вместе. А тут полицаи говорит, если я ее отпущу, меня расстреляют. Понимаешь? Нет? Военное положение. А как вас освобождали? Вы помните эту жизнь? Ну, а освобождали нас как, да, вот, в 45-м году, там, город Масалац такой, значит, небольшой, ну, мы с братом, ну, тут уже узнали, там, бои идут, идет все это, обстрел, значит, и мы с братом все-таки убежали, пошли в этот город посмотреть, как будто я в него освобождать. Ну, город пришли, значит, город пустой, пустой, значит, ну, а нам-то, пацанам, интересно же, все равно, пацаны есть пацаны. Вот, брат, он на 6 лет меня старше, его уже 12, мне 6, наверное, уже тут, вот, такие уже, как бы, смелые, как бы, стали. Ну, а что, значит, заходим в один дом, зашли, пошли-ка, Борь, посмотрим, что такое в этом доме, ну, зашли там, вот, там, тут бинты валяются на полу, шкаф какой-то стоит, патроны валяются. Ну, брат говорит, а, это, наверное, госпиталь был, значит, мы оттуда ушли, ушли, идем, значит, ну, как там, вот, ну, мы что еще там, набрали, что нас интересно были, и пошли домой, значит, обратно, потому что мат ждет там, она же, мы же убежали, вот, ну, чего, надели немецкие каски, кинжалы сбоку висят, и идет по дороге. А, а навстречу наш отряд, и вот он идет, и не в красную одежду, а в серых, в шинели, и они, как раз, мы проходили, они отдыхали, значит, ну, чего они нас, ну, один, я помню, один красноармейца, он мне на руки взял, говорит, давай-ка это все выкинем, вот, я тут, в каску, это, кинжал, ну, кинжал можешь оставить себе, да, вот, эти патроны, зачем они, вот, а потом лентами, вот, значит, и вот он мне, значит, на руки, брат, там был, с кем-то еще разговаривает, они, у них приман был, они даже скушали, и вот один красноармейец меня поднял на руки, он говорит, где ты мой, так болтается, вот, и, и подарил мне красные сапоги, на ботинке красные такие, вот, и я в бяночу, вот, я думаю, вот, красные мне сапоги, поднял, ну, я, конечно, рад был, и вот, он мне снился долго, а вот сейчас уже перестало сниться. Водички? Да, хотел бы, да.